мур привет друг это зверько сегодня я хочу посмотреть с тобой как изменился геймплей на броуди потому что вначале он позиционировался как ваншоттер а в бою выглядел вот так однако его не хило апнули после обновления 1502 где ему накинули базовой скорости и 1504 где ему добавили урона и сократили лимит пассивки а в 1506 отобрали комбинации навык плюс автоатака версия 1504 я играю через эмблемы стрелка с ускорением чтобы после выстрела у которого очень долгая анимация было ускорение чтобы отбежать благодаря задержке анимации у броуди были две изи комбы нажимаешь автоатаку а потом навык и атака срабатывает после навыка не сказать что супер прием но урон за пару секунд поднимает а главное накидывает стаки сейчас их продемонстрирую самый приятный это автоатака и второй навык получается и оглушение и два урона первые тоже имеет место быть банально два дамага но с руки мы критуем и это критически важно будет в следующем обновлении спонсора для этого видео я не назначил поэтому советую посмотреть обзор на реворкнутого лапу-лапу да юмора немного но я вернул подход подробного разбора если хочешь вникать в игру иди и смотри и так впечатление теперь броуди быстрее и безболезненнее забирает лесных монстров фарм леса у него на отметке нормальный накидывая навыками метки повышает шанс крита и урон соответственно против меня маша и тут подойдет тактика бей-беги просто потому что у броуди это основная тактика маша от обиды озверела и попыталась дать мне леща но не накинула выбивание оружия и словила порцию пустоты в попец first blood о смотри маша пытается таракана угнать вторым навыком забираю таракана надеюсь что дарю с мозгами и поможет мне да дарю снимает защиту успеваю прожать ульту и все стрелы летят к маши и так в очередной сходке маша накинула разоружение и хотя есть не справился ну там тоже филиппинец играл сиселен подло добил меня в спину тут фаша случайно прикрывает не спину и через пару секунд и я делаю ошибку дело в том что второй навык как прыжок действует и на крипах что непривычно в нашей игре такие навыки обычно лочится только на героев это я не учел и влетаю в толпу понимая что надо либо отдать себя подороже либо заиметь по смертного фарма я жму ульту и выживаю за счет дополнительного навыка ну хватит обостревшей версии давай версию 1506 кстати есть интересная механика первого навыка которую я не сразу заметил метки ставятся на всех врагов героев крипов монстров но если первый навык пересекает несколько целей метки на последнюю цель складываются то есть если впереди трое а сзади один и первый получает одну метку а четвертый все четыре и можно сразу ультовать жаль пинка не позволяет этот прием в масс-файте использовать и эти грязные филиппинцы где танк может уйти пушить в победной игре в ранге в статье фк ну да хрен с ними может у него там хижину волной унесло или играют вместо него ручная обезьянка то есть брат и вот как это применяется я замечаю что в кусты зашла лейла накидываю через крипов первый навык и жму ульту плюс фраг броуди идеален для засадных действий вылетаем в реворкнуто вала полапу оглушаем одету вторым навыком добиваем первым навыком и помираем от неожиданного рукастого для этого сервера гренки и влета алдоса проблема этого боя была в том что мы мьян митс мьянма кто они там кто не живут эти мьян мать и так вот этот мьян митс на барсе вообще не отображал что на карте происходит и делал все во вред команде возможно ему мешала длинная шея отдельно для тех кто любит обижаться за других эти товарищи на тестовом мне всю кровь выпили так что это самое затыкайте уши неженки желая отомстить я помогаю сельване разобраться с алдосом заодно чуть прилетает ультой в лейлу и опять окочуривается бедные лапу лапу также всю игру либо пытался пушить а если ты смотрел обнову то знаешь что скорость авто атаки у него урезана либо стоял тупил на базе или вот связка раздамаживаем противника и гимнаст на броуди прыгает в адетту приближаясь к лейли убивая обоих а лапу на этот раз трезво оценил обстановку избегает но ненадолго не даю гренки уйти первым навыком благо он дальше выстрела а там уже попадает пара снарядов в лицо лапу лапу ну и последний бой вот кстати сборки играбельные в данный момент просто на всякий случай стычка с чу тут два минуса все-таки у броуди долгая анимация ему очень нужен кто-то с контролем желательно танк и благодаря пингу я не могу зониться так как я бы этого хотел забирая черепаху замечаю над собой знак натали и бегу к своим а что вдруг прикроют добиваем чу из жадности бегу за клаудом оставляю первый навык на добив потому что с руки реально сильнее а первый навык стреляет дальше но бальмант не оставляет шансов клауду кто-то скажет что он состилил но это фигня главное не упустить противника в общем и целом что хочу сказать броуди по игре ощущается как лесли у тебя есть второй навык если противник подошел первый навык тут хоть какое-то разнообразие в геймплей вносит а ульта на добив того с кем воевал и если играть на лесли не через говорящий с ветром а через урон то геймплей на они ощущаются очень схожи плохо ли это не думаю тем более при близком ознакомлении у них много разницы но сам понимаешь игра на кэри и нами отличается сильнее по ощущениям чем лесли и броуди почему я назвал видео реакция на геймплей потому что описанные впечатления и есть реакция а для особо дотошных у меня жизни есть две реакции спокойная и гнев удачных боев друг ах да напиши в комментариях как тебе такие обзоры победить что любого то уже не убить